Алексей Ивангулов о неприкосновенности китайцев знают все, и все молчат Спорт РИА Новости, 13 июля 2019 года Чемпионат мира по водным видам спорта в Кванджу Алексей Ивангулов О неприкосновенности китайцев знают все, и все молчат 9.30 фото, личный архив специалиста Алексей Ивангулов Фото, личный архив специалиста Один из самых титулованных тренеров мира Алексей Ивангулов рассказал РИА новости о том, почему в воду прыгают весь мир, а выигрывают китайцы, объяснил, почему России и Великобритании важно вкладывать деньги в турниры мировой серии, и предположил, что самая большая проблема двукратного чемпиона мира Тома Дейли и его муж Достин. Китайцы и чемоданы. Начать традиционно хотелось бы со сравнения, в чем разница нынешнего чемпионата мира и предыдущего, который два года назад был в Будапеште. Нынешний во всех отношениях важнее, поскольку он предолимпийский. Я бы даже сказал, что никогда еще вопрос завоевания олимпийских лицензий не был столь острым. С чем это связано? С тем, что Кубок мира следующего года передвинут с февраля на апрель. Это было сделано в связи с неготовностью японцев ввести в строй прыжковый бассейн, и это плохо для всех. Четыре года назад никто всерьез не переживал по поводу лицензий. Знали, что если не получится выполнять необходимый норматив на мировом первенстве, то в феврале будет Кубок мира, после которого еще есть время отдохнуть, внести в программы какие-то коррективы, выстроить стратегию подготовки. Сейчас календарь прилично нарушен. Ради Кубка мира лидерам придется жертвовать какими-то этапами мировой серии, а это имеет очень большое значение. Поэтому в наиболее выигрышном положении окажутся те, кто сумеет завоевать лицензии уже в Кванджу. 11 июля, 11-25 мировая серия по прыжкам в воду в сезоне 2020 и стартует в Канаде. Вы придаете этапам мировой серии такую важность? Да, и объясню, почему. Много раз уже говорил, считаю, что страны, которые проводят у себя эти турниры, а это Китай, Россия, Великобритания и Канада, находятся в привилегированном положении, несмотря на то, что инвестируют в мировую серию громадные деньги. Британская Федерация платит порядка 300 тысяч фунтов стерлингов, насколько мне известно. Это дает нам, во-первых, знаменитые «Wild Cards» возможность заявлять спортсменов на турнир без квалификации. Во-вторых, когда ты постоянно тусуешься в мировой серии, тебя начинают воспринимать совершенно иначе. Как лидера, как элиту. Выступают ведь всего 8 участников. Соответственно, судьи подспудно привыкают к мысли, что на всех крупных соревнованиях эти спортсмены должны быть не ниже первой восьмерки. В Великобритании, где я работаю уже 10 лет, меня порой упрекают, мол, зачем платить деньги за то, чтобы проводить у себя мировую серию. Не лучше ли использовать их на то, чтобы повести своих спортсменов в какую-то другую страну, обеспечив им максимально комфортные условия? Нет, не лучше. Потому что мировая серия – это вопрос престижа для страны. И за это нужно платить. А далее, как в Библии, дающему да воздастся. Что за последние пару лет изменилось в привычном мироустройстве прыжков в воду, где, как известно, выигрывают всегда китайцы, а все остальные с переменным успехом их догоняют. Правда ли, что в Международной Федерации плавания «Фина» сложилось своего рода прокитайское лобби, гарантирующее спортсменам этой страны определенную неприкосновенность? Абсолютная правда. Когда я 16 лет работал главным тренером сборной команды в России, то всегда пресекал разговоры о том, что китайских прыгунов судят более лояльно, чем остальных. Убеждал своих спортсменов, что нужно стремиться становиться лучше, а не жаловаться на то, что соперникам кто-то помогает. Но сейчас могу открыто сказать, китайские прыжки в воду – это федерация с нелимитированным бюджетом. Ни для кого не секрет, когда китайцы проводят у себя национальные турниры и приглашают на них иностранных судей, то в приглашение пишут – приезжайте без чемоданов. Домой этих судей отправляют бизнес-классом, где разрешен провоз двух мест багажа. И люди огромными чемоданами везут из Китая подарки. Знаю арбитров, которые, получив подобные приглашения, ехать в Китай отказывались. 11 июля, 7.51 Чуйнышина и Мялин заявлены на командные соревнования в прыжках в воду на ЧМ. Международная Федерация, получается, знает это и закрывает глаза? Не буду утверждать, просто не знаю, как обстоит дело. С другой стороны, если бы у меня были такие деньги, я бы, возможно, делал то же самое. Давайте, не будем лукавить. Наш вид спорта субъективен. Поэтому все руководители делают все возможное, чтобы заручиться не столько поддержкой судей, сколько хорошим к себе отношениям. Я сам всегда приглашаю на наш национальный чемпионат международных судей тех, кто потенциально способен оказаться на чемпионатах мира или Олимпийских играх. Стараюсь показать город, познакомить людей с местной кухней, словом, принимаю, как дорогих гостей. Это нормально. Ненормально тратить на это миллионы. И подобную политику Китай даже не считает нужным скрыть. Я своими ушами слышал, как один из больших китайских руководителей выговаривал представителям ФИНА, что федерация прислала на турнир не тех арбитров. Прошлогодняя тренерская конференция ФИНА проходила в Китае. В это мероприятие тоже было инвесторовано порядка двух миллионов долларов. Нет ощущения, что в этой дружественной для Китая обстановке сами китайские спортсмены начинают прыгать все хуже и хуже. Я очень внимательно слежу за всеми техническими тенденциями и могу сказать, что предыдущее поколение китайских прыгунов в воду было на голову сильнее нынешнего. Гораздо чище, гораздо техничнее. Сейчас судьи прощают им все грехи и недостатки. С другой стороны, не думаю, что в Китае на это не обращают внимания. Если для большинства стран целью на Олимпийских играх является завоевание медали, то в Китае медалью считается только золото, как это когда-то было в Советском Союзе. Поэтому в Поднебесной страшно не любят страны, представители которых отняли у китайцев Олимпийские победы. Необъявленная война. Прецедентов ведь за последние 20 лет по пальцам пересчитать. Дмитрий Саутин с Игорем Лукашиным, Вера Ильяна, Юлия Пахалина, американка Лаура Уилкинсон, выигравшая в Сиднии, австралийцы Шанталь Ньюбери и Мэтью Мичам, Илья Захаров, Джек Лой и Крис Мирс в Риа. Вчера 12.11 Ильяных вышла в финал в прыжках в воду с метрового трамплина на ЧМ. В чем это выражается? Во всем. Прекрасные сухие залы, прекрасные бассейны со широкими вышками. Сейчас ведь если планируешь взять медаль в синхронных прыжках с вышки, это предполагает необходимость иметь широкие платформы на всех уровнях. Метр. Три. Пять. Семь и десять. В России, знаю, так оборудованы бассейны в Пензе, на Круглом озере под Москвой. Все современные бассейны, которые были построены в Великобритании после домашних Олимпийских игр, строились именно по такому принципу я лично это контролировал. У нас это называется синхро-френдли. В Корее широкими делают только пятидесятиметровые платформы, в Японии только десятку, поскольку в регламенте ФИНА указано на этот счет, что лишь эта вышка должна иметь ширину, подходящую для синхронных прыжков. А такого глубокого понимания прыжков в воду, как в России или Китае, в этой стране нет. Я, кстати, четыре года назад перед чемпионатом мира в Казани проводил сбор для своей команды как раз на Круглом. Помню, как Илья Захаров учил моих англичан правильно париться в бане. Английские тренеры пристально наблюдали за тем, что и как российская команда делает в зале, а русские ребята удивлялись тому, насколько позитивная у нас в команде обстановка. В России все-таки превалирует более негативный настрой. 11 июля, 16.29. Лучше любой Ариэль. Главные сюжеты водных видов перед стартом ЧМ. Еще вы приняли активное участие в том, чтобы в тренерском штабе Великобритании появилась Джейн Фигуэйреда тренер, сделавшая олимпийскими чемпионками Веру Ильину и Юлию Пахалину, и двукратным чемпионом мира Томаса деле. Джейн ваша поддержка и аппарат, или же тренер, с которым в силу многочисленных заслуг вы просто вынуждены считаться. Однозначно первое. Мне очень нравилось работать с Джейн в российской сборной, нравится и сейчас. Считаю, что Олег Зайцев, который возглавил сборную России после моего отъезда, сделал большую ошибку, что отстранил Джейн от подготовки российских спортсменов. Она очень надежный и сильный тренер. В 2013 году появилась возможность пригласить ее в Великобританию. Я не задумываясь это сделал. Неужели вы сами, работая в России, никогда не смотрели на Фигуэйреда как на выскочку-самоучку? Так она и сама не скрывала того, что самоучка, и что тренером экстракласса ее сделали Ильина и Пахалина. Именно они всему ее научили, поскольку попали в ее руки с идеальной техникой и идеальной хореографической подготовкой. Ильина, Пахалина и Ира Лашко были тройкой спортсменок, рядом с которыми по выучке и мастерству я бы не поставил рядом никого из китайцев. И тут Джейн, которая родилась в самой обычной семье в Зимбабве и уехала оттуда со всей семьей в США, когда к власти пришел Нильсон Мандела. Что она знала о прыжках в воду? Тому, чему учат в американских университетах. Вчера, 12.47. Мы не ждали вас, а вы приперли со. Вайцеховская АЧМ по водным видам спорта. Помню только, как она приехала со сломанной ногой на чемпионат мира и гоняла на скутере. Вот-вот. Кто-то из наших тренеров однажды попытался пододвинуть ей кресло в бассейне, так она вообще не поняла, зачем человек это делает. Сгусток энергии. Суррогатная семья и электростальская мафия. С переходом к фигуэриду Утамадели словно открылось второе дыхание. Во всяком случае, чемпионат мира в Будапеште он выиграл совершенно блистательно. Я бы не сказал, что у Тома наблюдался какой-то серьезный спот. Скорее, в его жизни появился фактор, который сильно на него влияет, и с этим приходится считаться. Это его семья. В то время как сам Том всегда являлся для окружающих источником позитива, его муж Дастин человек тяжелый и достаточно высокомерный. Он личность творческая, один из его сценариев получил Оскара, сейчас Дастин пишет книгу. К тому же он чуть ли не вдвое старше Тома и имеет на него большое влияние, чтобы не сказать подавляет. Не так давно суррогатная матра Делает и парь ребенка, после Олимпиады в Токио, насколько мне известно, они планируют еще одного. Причем Том и Дастин попросили не сообщать им, чьей именно спермой было произведено оплодотворение. Вот в такой обстановке нам с Джейн приходится работать. Приходится постоянно лавировать, сглаживать углы и шероховатости. Все это создает определенные проблемы. 11 июля, 7.51 Беляева выступит в соревнованиях смешанных дуэтов с Минебаевым на ЧМ, а как же контракт? Он заканчивается сразу после игр в Токио. Есть, конечно, вероятность, что в случае очень удачного выступления контракт со мной будет продлейн, но столь же велика вероятность, что работу мне не предложат. При этом нормальную пенсию я в этой стране себе не наработал, так что рассчитывать на безбедное существование, оставаясь в Англии, мне не приходится. Да и не собираюсь, собственно, становиться пенсионером. За годы работы в Англии приобрел столько знаний, что мог бы дать российскому спорту очень многое. Пока я работал в России, мне не приходилось учить тренеров в технике работы. Скорее, я сам у них учился. Переехав в Англию, столкнулся с тем, что местные лицензированные специалисты вообще не имеют представления ни о методике тренировки, ни о физиологии, адаптации, биомеханике. Не было ни одного человека, который бы имел профильное образование. Там все просто. Прошел двухнедельные курсы, получил лицензию, и ты тренер, прыгал ли когда-нибудь сам, вообще не имеет значения. 11 июля, 11-12 в Фина. Обсудили идею о командных стартах прыгунов в воду на ой. В свое время вы разработали систему отбора, которой, знаю, очень гордились. Если бы отбор в российскую сборную в этом году осуществляли вы, выбор спортсменов остался бы таким же? Давайте немного изменим формулировку, чтобы не переходить этические границы. Скажу о том, как бы организовал отбор я. И как же? По принципу, который существует у меня в Англии и который здесь принято называть «футбол-менеджмент», не уверена, что поняла аналогию. Все очень просто. Футбольный тренер ведь всегда имеет право в любой момент произвести на поле замену. Так и здесь. Те, кто стал победителем на национальном первенстве, попадают в команду по спортивному принципу. А вот условных вторых определяю я сам. Все-таки национальный чемпионат проводится за два месяца до главного старта. Случиться за это время может многое, поэтому главный тренер должен иметь право произвести замены по собственному усмотрению. Лашка vs. Захаров и арахисовое масло. В вашей тренерской карьере случалась ситуация, когда из трех равноценных спортсменок нужно было выбрать двух для синхронного дуэта, и вы принесли в жертву Ирину Лашка, лишив ее тем самым олимпийской медали. Не напоминает ли это нынешнюю ситуацию, когда ослабленного травмой Илью Захарова оставили за бортом, а его место в дуэте с Евгением Кузнецовым занял Никита Шлейхер? И боялись ли вы, что ставка не оправдает себя? Конечно, боялся. Но при этом понимал, если возьму Иру Лашка и Улю Пахалину, которые за два года до игр в Сидне стали чемпионками мира, то обеспечу команде гарантированную олимпийскую медаль, поскольку Ира стабильнейший, в высшей степени надежный человек. Но медаль вряд ли будет золотой, потому что Лашка не делает 3,5 оборота вперед делает только 2,5. Разница в коэффициенте сложности этих прыжков слишком велика, чтобы бороться с китаянками составляет 0,7. Поэтому я и пошел на риск, поставив в пару к Пахалину Веру и Лену. И они выиграли золото и медали. Насколько хорош после травмы Илья Захаров, я просто не знаю. Кузнецова и Шлейхера видел, но до уровня прежних выступлений Евгения с Ильей они пока не дошли. Прежняя пара гарантированно попадала в тройку любых соревнований. Что в Никите хорошо, он непрерывно растет. Вполне допускаю, что через год он будет претендовать на то, чтобы выступать в синхроне на Олимпиаде. Но нынешний дуэт я бы в тройку не поставил. Корейские реалии, с которыми пришлось столкнуться в Квенджу, доставляют вам неудобства. Не то слово. Я даже на сбор брал своего диетолога, потому что даже в пятизвездочном отеле при огромном выборе еды на шведском столе мы не могли нормально питаться. Корейская кухня самая неприемлемая для европейца. Для нашей команды вопрос стоит особенно остро. У нас есть девочка, у которой сильнейшая аллергия на любые орехи. Корейцы же готовят исключительно на арахисовом масле. Поэтому здесь, в Квенджу, приходится готовить ей еду отдельно. Иными словами, чемпионат в Квенджу нужно просто пережить. В каком-то смысле, да.